Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Я нахожусь в Тиеве, уже в Тиеве, как говорится, язык до Тиева доведет. Знаете, есть такое выражение? Язык до Тиева доведет. Я думаю, что многие из нас его слышали с детства, да, или в детстве, но никогда не задумывались, почему именно язык до Тиева доведет. Ну, в общем, я в Тиеве. Прилетел я из Иерусалима в город очень хороший, Тиев, да, такой достаточно древний. Тиеву, насколько я помню, 1500 лет. Вот около того, 1500 может лет, да. А Иерусалиму знаете, сколько лет? Иерусалим первый раз упоминается в Торе, когда Авраам, еще жил Авраам, и Иршалем, и там был Малкицедек, царь. Это сын Шема Малкицедек. Это был сын Шем Сыноха. Шем Сыноха. И, в общем, получается, что Иерусалиму уже больше 4000 лет точно. То есть я перелетел из города, которому 4000 лет, в город, которому 1500 лет. А потом перелечу, с Божьей помощью, в Москву, например, будет в Москве, там, тысячи лет. Вот Иерусалиму около 6000, да, около 6000. Плюс мне точно больше 4. Точно. Сухуму вот 2500 лет, интересно, никогда не был в Сухуме. Очень хочу поехать в Грузию. Прям у меня на этот год план Грузия. Хочу обязательно приехать в этом году в Грузию. Малкицедек его звали. Правильно, видите, Наталья знает, как звали царя Иерусалима. Малкицедек. А вы знаете, интересно, что Малкицедек, это было вот фараон, например, да, Паро. Это название царской власти. И Малкицедек переводится царь справедливый. Царь справедливый. Понятно, да, идея? То есть, вот в Иерусалиме цари называли царь справедливый. А, например, в Египте назвали царь Паро. А в Риме назывался царь Цезарь. Царь Цезарь. И поэтому в России стал царь, это как Цезарь, одно и то же слово, да, произносится. А слово король, это от имени Карла. Все понятно, да? То есть, мы живем в таком мире, который появился, постепенно появлялся, как фильм такой. И дальше, когда ты уже рождаешься, ты входишь в какой-то, в какой-то уже сериал, в какую-то серию. Вот мы сейчас живем в сериале 2021. Называется серия 2021. А мы продолжаем изучать Тору. Тора, это тот план или та структура, та основа, по которой был построен весь этот мир. И мы изучаем ее в данный момент притчи царя Соломона. И, значит, мы дошли сегодня, вот давайте прям сейчас начнем дальше двигаться. Мой любимый отрывок сегодня будет, прямо я каждый день в молитве его повторяю. Сегодня очень интересно будет, да. Значит, смотрите. Мы дошли до пятого отрывка 30 главы вчера, в котором было написано, что все изречения Бога чистые, и защита они каждому, кто ими покрывается. То есть, у человека есть много разной информации, но можно взять себе как основу, как аксиомы своей жизни, это божественные высказывания, переданные через пророков. Я сейчас не буду вдаваться ни в вопросы, кто из пророков пророк, вообще не буду вдаваться. Я знаю, что Маше Рабену, я слушаю Маше Рабену. Моисей пророк, царь Соломон пророк, царь Давид пророк, и я верю во всех пророков, в которых верит иудаизм. В остальных пророках я не скажу, что я верю или не верю, я не знаю. Я не знаю. То есть, тут я верю, я выбрал для себя вот это, я иду по вот этой вере к Богу. Другие могут люди выбирать себе другие веры, но главное, что Бог, создатель, творец мира, он как бы, он един, он один, он един. Хорошо, и вот мы дошли до шестого отрывка, говорит нам царь Соломон, Шлома Меллах, он нам говорит следующую вещь в шестом отрывке. Он говорит, смотри, он прямо лично ко мне обращался, наверное, ну не только лично ко мне, ко всем он обращался, Бог ко всем обращается, да. Он говорит, не добавляй к его словам, не прибавляй к словам Бога. Может быть, он тебя накажет, будет он тебя увещевать, и ты окажешься лжецом, нехзавта, ахзава это разочарование. То есть, ты разочаруешься, разочаруешься, и в тебе разочаруются. В общем, Бог тебя может наказать за то, что ты прибавляешь к его словам. Значит, что это значит? Вот, смотрите, например, мы берем, берем мы Тору, да, Тора, и начинается, Библия тоже начинается с этого же слова, одно и то же слово, берешит. Берешит это в начале. В начале на еврике, как написано слово берешит, это слово написано, вот первая буква бет, первая буква бет такая, идет же справа налево, она вот такая вот закрытая буква бет. Бет, и эта буква бет, говорят наши мудрецы, она почему закрытая? Мы не знаем, что над миром находится, да, над материальным миром. Мы не знаем, что было до материального мира. Мы не знаем, что находится внизу. Мы знаем только вот с этого момента, когда, вот большой взрыв, да, точка, с момента, когда Бог начал сотворять мир, мы знаем, откуда мы знаем. А он нам сообщил, берешит в начале, в начале, берешит Бара сотворил, сотворил это слово, которое три раза всего употребляется в Торе, сотворил из ничего что-то. То есть, вот в этом и есть, как бы, суть первого творения. Не было ничего, он сотворил первую материю, первую материю. И получается, что берешит Бара, Элоким, всесильный, Эд Ашамаем, небеса и все, что связано с духовностью, Вед Аретс, землю и все, что связано с землей. Понятно. Теперь все комментарии, которые вокруг этой строчки, это что? Это люди, которые пытаются понять, что там было сказано. Есть традиция, то есть то, что дошло от пророков, а есть каждый сам себе начинает выдумывать. И говорит нам царь Соломон, не добавляй на слова Бога. Бог что сказал? Берешит в начале, берешит Бара, в начале сотворил, берешит Бара, Элоким, всесильный, Эд Ашамаем, небесное и земное. То есть, это было два типа первоматерии. Только духовная это не материя в нашем понимании, а духовная это духовные миры. Теперь, те люди, которые начинают добавлять к словам Бога, или начинают их извращать, то написано здесь, на царь Соломон предупредил, не добавляя к его словам, Пен Юхех, может быть он тебя накажет. Юхех, это наставление, да? Юхех, бха, вених завтра, и ты, значит, и ты окажешься лжецом и разочаруешься. Я рассказывал уже в одном из уроков эту историю, но те, кто слушали, еще раз послушают, а те, кто не слушали, они, значит, сейчас очень, это одна из моих любимых историй в Торе. Значит, когда вавилонский царь Навухаднецер, он разрушил первый храм, Иерусалимский, который построил царь Соломон, первый храм простоял 410 лет. Это было место, в которое приходили люди со всего мира и восхищались присутствием Бога, которое было прямо в Иерусалиме. Как выражается присутствие Бога в мудрости? То есть свет, божественный свет освещает человеку глаза, и он становится светлый. То есть, когда человек присоединен к Богу, он добрый, он светлый, у него все получается, он довольный, он кушает и насыщается, у него хорошее отношение в семье, он не ворует, у него не воруют. То есть, божественный свет, такая свет и радость была в Иерусалиме. И люди приходили, смотрели и думают, вот это да, вот это интересно. Но, сами же жители Иерусалима, когда все хорошо, человек забывает про Бога. Так устроена система, что человек, когда у него все хорошо, он говорит, это я красавчик, какой я красавчик, как я вообще все это сделал, кто здесь Бог, где здесь Бог, я самый крутой сейчас в мире. Это такое свойство человека. И в Иерусалиме люди начали портиться, и Бог, он вначале предупреждал, 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 потом он сказал, ну все, значит, надо вас в изгнание, на исправление. И в это время приходит на выходный царь, разрушает Иерусалим, разрушает храм, и, значит, угоняет евреев на 70 лет на исправление, на наказание. 70 лет исправления, 70 лет было первое вавилонское изгнание. И вот, значит, уходит еврейский народ, вместе с ним уходят пророки, потому что, когда был первый храм, это был как усилитель, как вай-фай такой, и люди, которые были на высоком духовном уровне, они просто легко выскативали туда, в духовную реальность, и было очень много пророков. Во времена первого храма было 300 тысяч пророков. То есть это были люди, которые умели выходить в духовное пространство и присоединяться к духовному миру ко Всевышнему. Значит, и часть этих пророков ушла тоже в вавилон. Теперь, значит, были там, были Михаэля, Мишель, Азария, Михаэль, Азария. Выскочил у меня третье имя. Было три пророка, которых царь вавилонский Навухаднецар, он, значит, он, они не хотели ему поклоняться. Они сказали, мы не будем тебе поклоняться. Он говорит, все, я вас тогда сожгу. Бросил их в печку, но Бог их спас. Было таких три пророка. Хананья, Мишель, Азария их звали. Хананья, Мишель, Азария. Все, три пророка было. Хананья, Мишель, Азария. Правильно. Теперь, значит, ну было много людей, которые выдавали себя за пророков. Они этот отрывок шестой плохо учили. Они забыли, что царь Соломон их предупреждал, не прибавляя к словам Бога, а то он накажет тебя, и ты окажешься лжецом. И, значит, было там два лжепророка. О них рассказывает Талмуд. Два лжепророка, которые ходили и обманывали людей. Что такое лжепророки? Лжепророки, они говорят, вот будет так, ты будешь здоров, ты умрешь. И они раз угадали, два угадали, три угадали. Люди уже их боятся, да? А если они не угадали, они говорят, опа, значит, произошло изменение. Знаете, как такое объявление? Мужчина звонит, говорит, здрасте, я по объявлению. Это ясновидящая Анастасия. Она говорит, да, я ясновидящая Анастасия. Здравствуйте, Петр. Он говорит, а я не Петр. Она говорит, ну я знаю, что вы не Петр, я же знаю. Вот такие были лжепророки. Они, значит, лжепророки, они умели в... Они не были настоящие пророки. Они просто косили под пророков. И не знали, что Бог их накажет. Они не читали этот шестой отрывок в 30 главе. Значит, и вот они дошли до того, эти два лжепророка, что они были очень известны. Известны они были очень в Вавилоне. И они дошли до дочки на выходной цара. Представляете, родная дочка. И они подходят к ней. И она была такая, золотая молодежь. И ей говорит один, ты знаешь, говорит, у меня было пророчество только что, что ты должна переспать вот с этим вот, ну вот с этим пророком, с другом моим. А этот друг такой, он говорит, так, секундочку, я сейчас пророчествую тоже. И он ей говорит, знаешь что, я получил пророчество, что ты с ним должна переспать. Значит, эта девушка, дочка на выходной цара, она говорит, вы знаете, что-то мне странно ваше пророчество. Я пойду спрошу у папы. Пошла она к на выходной цару и говорит, папа, что мне делать? Вот эти вот еврейские пророки, они себя называли пророки, они сказали, что я должна переспать с тем или с ним. На выходной цар говорит, ты знаешь, говорит, это очень странно, это не похоже на пророков еврейского бога, да, бога Израиля Всевышнего, потому что он не любит разврат. Бог евреев не любит разврат. Разврат в Торе запрещен категорически. И говорит, это очень странно. Говорит, я знаю пророков, я знаю пророков, то есть вот я в печку недавно бросал. И значит, они, бог евреев не любит разврат, зови их сюда. Приходят эти два пророка, лжепророки, к нему. Он им говорит, вы знаете, объясните. Они говорят, да, мы получили такое пророчество. Он говорит, бог евреев не любит разврат. Откуда вы знаете? Знаете, Мишаэль, Азарьев и Хананя сказали. Они говорят, они пророки, им бог так сказал, мы пророки, нам бог так сказал. На выходный цар подумал. И говорит, вы знаете, говорит, то, что они пророки, я их проверял. Я их в печку бросал, они живые вышли. А то, что вы пророки, кроме ваших слов ничего не доказывает. Поэтому, говорит, сейчас я вас буду проверять, брошу вас в печку. Они, значит, посоветовались, посоветовались. Тоже такие были непростые ребята. Они ему говорят, извините, пожалуйста, уважаемый царь. Но когда вы бросали Хананю, Мишаэля и Азарию, их было трое. А нас двое. Бог, может быть, для них сделал чудо, а для нас не сделает. На выходный цар говорит, знаете, парни, говорит, я понимаю, я понимаю, говорит, вашу логику. Но, говорит, знаете, как мы сделаем, говорит, выберите третьего. Выберите третьего. Давайте, возьмите с собой третьего. Пророков много, святых людей много. Значит, берите с собой третьего. Они очень переживать начали. И, значит, они выбрали третьего. Это был Йоханан, его звали, Коэн Годоль, который был последний первосвященник первого храма. Они, он был святой. И они его, значит, решили так, что Бог же не даст святого человека убить. Ни за что. Значит, взяли, они говорят, вот третий, он святой, он последний был первосвященник первого храма. И взяли его с собой. Царь бросил их в печку. И что? Это все письменная тора. В Танахе, в Талмуде есть эта история. Йоханан, Коэн Годоль, он остался живой, а они двое сгорели. Это то, что здесь написано в шестом отрывке. Не добавляй на слова Бога, потому что он тебя накажет, и ты окажешься лжецом. Вот в этой истории мы как раз увидели, как это работает. Теперь, дальше седьмой отрывок, седьмой и восьмой, хочу, чтобы мы сегодня успели. Это моя любимая вот молитва, которую я каждый день молюсь у Бога. Смотрите, говорит царь Соломон следующее. Штайм шалти мэйтах. Две вещи я просил у тебя. Это он обращается к Богу и говорит, две вещи я просил у тебя, у Бога. Аль тимна мэмэни бетер и мамут. Пожалуйста, он говорит, не убирай их от меня перед моей смертью. Не убирай их от меня перед моей смертью. Вот эти две вещи. То есть, хочу я все дни моей жизни в этом мире, я у тебя прошу две вещи всего. Какие две вещи? Вот это очень важная вещь, которую царь Соломон, мудрейший из людей, просил у Бога. Смотрите. Значит, он просил восьмой отрывок. Восьмой отрывок, тридцатая глава. Шав удвар казав архек мэмэни. Он говорит, пустое и лживое отдали от меня. Раш вэошер аль титенли. Бедность и богатство не давай мне. И трефэни лэхэм хути. А накормите меня хлебом законным. Хлебом законным. Давайте разберем сейчас, что же это за просьба такая, которую велитий царь, мудрейший из людей, просил у Бога. Значит, что такое шав? Шав это пустое. Известно, что в экклезиасте царь Соломон начал свою книгу, в которой он изложил свою жизненную философию в конце жизни, со слов «эвэль эвэлим». Все пустота. Эвэль это пар. Все пар паров. Переводят суета-сует, а вообще это переводится «эвэль» это пар. Весь этот мир это пар паров. То есть люди живут в своих каких-то размышлениях, в своих каких-то мечтах, историях, объяснениях. В каких-то своих выстроенных вот этих вот сериалах. И каждый человек, ну большинство людей в мире, они такие запутавшиеся немного. Да? И это хочу, и это хочу. Что выбрать? Вроде бы стараюсь, а как хочу не получается. Вроде бы даже собой пытаюсь управлять, пишу себе планы и не выполняю. Хочу похудеть, не могу. То есть человек живет в какой-то такой иллюзорной, мыслительной такой пении, которое называется пустое. Оно пустое. Вот эти все заботы, волнения, проблемы. Я сейчас не хочу углубляться. Это все он изложил в книге Коэлит, Экклезиаст. На портале Ваикра у нас был целый цикл. Мы год изучали эту книгу. Там есть все уроки, видеоуроки есть в текстовом виде. В Коэлите, в Экклезиасте он изложил как раз вот эту жизненную философию, что все это эвэль-эвэлим, все суета-сует, а что надо делать, там он рассказал. Теперь он просил у Бога, шав вот это пустое, оно от меня убери. Потому что вот если мы включаем там информационное поле, да, вот мне интересно, вот новости, да, каждый день ты смотришь новости, смотришь новости, смотришь новости, вроде новости, новости. Прошло 20 лет, и ты смотрел эти новости, и что? Ну что ты их высмотрел там? Что ты для себя узнал там такого? Но принципиально каждый день новости, сидишь, смотришь новости, и что эти новости? Пустое вообще, пустое, пустое, да? В Коэлит, на иврите, экклезиаст, это на греческом, не знаю, на каком экклезиаст. Вообще, в оригинале эта книга называется Коэлит. Коэлит, Коэлит. Хорошо, теперь дальше. Он говорит, шав, вот это вот пустое, он говорит, и двар казав. Что такое двар казав? Двар казав, есть обман, а есть не обман, но лживая. Что это значит? Вот смотрите, если я скажу, вы знаете, биткоин стоит 100 тысяч долларов. Мне скажут, что ты обманываешь, он не стоит 100 тысяч долларов, он стоит 40 тысяч долларов. Это обман. Если я скажу 100, то любой, который знает, сколько стоит биткоин, он скажет, биткоин 100 не стоит тысяч. Это обман. А если я скажу, завтра будет стоить биткоин 100 тысяч, то до завтра, до завтра никто не может сказать, что я обманул. Потому что завтра еще не наступило. И кто знает, что будет завтра. Это называется казав, это, как сказать, оно не лживое. Это предположение, которое через какое-то время может оказаться ложью, а может оказаться правдой. И царь Саламон говорил Богу, да, он говорит, вот пустое, то, что вообще пустота, информация, и лживое от меня убери. Ну, зачем мне нужны вот эти вот все просто пена, в которой обычно человек варится в своей голове? Он говорит, зачем, ну, зачем это все мне? Дальше. Раш в ошер альти тенли. Не давай мне бедности и не давай мне богатства. Он в следующем отрывке объяснит, почему, чем вредит бедность, чем вредит богатство. Завтра у нас будет урок тоже с 10 утра до 10.20. Завтра мы изучим, почему именно бедность и богатство он не хотел, не просил у Бога. А что он просил у Бога? Лехем хути. Он просил хлеб законный. Значит, здесь это же притчи, поэтому здесь есть значение прямое и есть значение непрямое. Прямое значение, когда ты просишь у Бога честный заработок, когда тебе некого бояться, когда ты уплатил все налоги, когда ты зарабатываешь честно, приносишь пользу людям, люди тебя благодарят. Это очень хорошая жизнь. Жизнь, когда ты никого не боишься, когда ты, как сказано в другом месте в Мишле, когда ты ешь плоды рук своих, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. Так вот, это называется законный хлеб, он просил у Бога. Теперь, но есть это же притчи, они понятным языком говорят о глубоких духовных вещах. Глубокое духовное значение «накорми меня законным хлебом», ведь человек в этот мир приходит как душа, которая заходит в биоскафандр. Биоскафандр – это тело, в которое потом одевается компьютер, это интеллект, который загружается программами, идеология, которые в человека вкладывают в СМИ, средства массовой информации, в любом, в любом абсолютно обществе так было. И дальше, и есть божественная душа. И вот человек проходит свой жизненный путь, от 70 до 80 лет в среднем живет человек, и он все время делает выбор. Или он делает хоть что-то для своей души, хоть что-то он делает, чтобы его жизнь, она прошла в том, чтобы он совершенствовал свою душу и перенес в духовное, в следующий уровень, да, в следующий уровень, когда тело отмирает, если человек свою душу сумел с помощью заповедей одеть в одежду, да, заповеди Бога, это как одежда для души. Если он сумел в течение жизни одеть свою душу в эти заповеди, тогда, когда тело отмирает, то его сознание переходит вот в эту вот виртуальную следующий уровень, и он там живет. Это то, ради чего все религиозные люди стараются. Теперь, но если человек жил только вот в этом, в пустоте и в пустом и лживом, тогда он всю жизнь, он работал или для тела, или для удовлетворения каких-то непонятных вообще, там, ну и так далее. Я не буду перечислять, сейчас нет времени уже, зачем живет просто люди, которые недуховные. Они живут, ну, непонятно для чего вообще. Теперь получается, что, значит, еще раз, накорми меня хлебом законным, имеется в виду хлебом законным, что я хочу изучать заповеди Бога, я хочу знать, что Бог конкретно от меня хочет, я хочу служить Богу, но именно законным путем. Вернемся к тому, что мы до этого, да, сегодня посмотрели, про лжепророков, он говорит так, не добавляя к словам его, может быть, Бог тебя накажет, и ты окажешься лжецом. И царь Славомон просит у Бога, он говорит, дай мне разобраться, где действительно служение Богу, а где нет, где действительно это законный хлеб, это то, что мне даст силу для моей души двигаться дальше, а где это просто какие-то сказки. Понятно, да, идею? Значит, христиане, вот, что христиане утверждают, можно посмотреть, есть очень много сайтов, есть очень много уроков по христианству. То, что христианство утверждает, можно начать с того, что почитать в Википедии историю христианства, как оно развивалось, сколько есть направлений в христианстве. И даже христиане, которые внутри христианства, они ту же молитву повторяют каждый день, потому что направлений очень много, они очень часто между собой, какие-то у них есть разночтения, разногласия. Молитва – это когда человек лично обращается к Богу и просит Бога, накорми меня законным хлебом, дай мне, чтобы у меня было и в жизни что кушать, и чтобы никто за мной не гонялся, не хотел у меня ничего забрать, и чтобы в духовном плане мне было что кушать, и чтобы это был законный хлеб. И каждый может болиться этой молитвой, и Бог каждому покажет тот путь, который будет для него хорош. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. С Божьей помощью завтра с 10 утра до 10.20 проходит урок. И все мои прошлые уроки находятся на сайте Ваикра. Ваикра. Вот можете написать, как слышите, так и пишите. Ваикра – это вот переводится дословно это слово. Это первое слово третьей книги Торы, пятикнижия. Ваикра и Возвал. Слово Ваикра переводится Ивозвал. И вот этот сайт Ваикра – это платформа, на которой раввины, преподаватели Торы, взывают к людям. Мы говорим от имени Мошера Бейну Тора. То есть мы евреи. Но кому интересно слушать – welcome. Мы рады, что кому-то интересно. Все, всем пока. Удачи, успехов.